Как одним словом описать автомобиль, добившийся статуса легенды во всем мире, долговечный, прочный, надежный. Но даже эти характеристики не описывают полностью непробиваемое качество автомобиля, созданного для выживания в самых сложных условиях на планете. И Land Cruiser с честью проходит все испытания многие десятилетия. Как и закаленный в боях солдат, Land Cruiser родился в беспощадных условиях войны. Когда Северная Корея вторглась в Южную Корею в 1950 году, ООН и США пришли на помощь Югу, а Япония играла роль база снабжения. Вскоре японские автопроизводители получили заказ на поставку компактных автомобилей с полным приводом для американской армии, чьи характеристики были бы сопоставимы с новым американским Виллис М38. Имея опыт производства автомобилей для японской армии в 1940-х, компания Toyota имела все возможности для выполнения большого количества заказов от союзных войск. В январе 1951 года, через пять месяцев проектирования, был сконструирован первый прототип автомобиля. В то время в Японии были чрезвычайно популярны джипы, которые появились вместе с американскими военными. Джип стал символом внедорожника. Поэтому компания Toyota назвала свой первый образец Toyota Jeep. А благодаря сочетанию двигателя типа B с моделью Jeep, ему было присвоено название B-J. Шасси автомобиля Toyota Jeep B-J были позаимствованы у однотонного грузовика модели SB-образца 1947 года. Поэтому колесная база новой модели составила 2400 мм, что примерно на 200 мм превысило колесную базу классического автомобиля Jeep. На модель B-J устанавливался бензиновый, рядный, шестицилиндровый двигатель типа B, с воздушным охлаждением и объемом 3,4 литра, сконструированный в 1937 году и использовавшийся на четырехтонных грузовиках. Максимальная мощность двигателя составляла 85 лошадиных силы. Тяги этого мотора хватало с избытком, поэтому в трехступенчатой трансмиссии модели B-J даже не был предусмотрен пониженный ряд. Благодаря крепкому кузову, раме и элементам от грузовиков автомобиль демонстрировал впечатляющие способности на бездорожье. Невзирая на то, что сперва транспорт предназначался для военных, к 1954 году Toyota стала задумываться о продаже своего внедорожника на мировом рынке, однако препятствием к этому стала претензия, предъявленная компанией Willis, которая запрещала использование наименования Jeep даже в составе аббревиатуры. Нужно было срочно придумать звучное наименование, которое позволило бы продвигать автомобиль в зарубежных странах, в результате компания Toyota объявила конкурс. Выиграл его технический директор Хан Джу Микара, который предложил имя Land Cruiser. По его мнению, это наименование ассоциировалось с всемирно известными Land Rover, а также говорило о военном прошлом модели, так как круизер переводится, как крейсер. Это название решили присвоить новому гражданскому транспортному средству, тогда как утилитарный внедорожник по-прежнему производили для внутреннего рынка под именем Toyota BJ. В ноябре 1955 года был подготовлен второй Land Cruiser серии 20. Основные изменения произошли не снаружи, а внутри. Армейская машина без излишеств превратилась в комфортный гражданский автомобиль. В серии 20 еще узнавались корни BJ, но уже появились и более плавные линии кузова со встроенными фарами и более просторный салон. Листовые рессоры впереди и сзади улучшили плавность хода за счет гашения ударов при наезде на дорожные неровности, в то время как новые резиновые втулки-подвески уменьшили вибрации в салоне. И без того короткую колесную базу еще больше укоротили для повышения маневренности, а также создали версию с длинной колесной базой, что позволило увеличить грузоподъемность и разнообразить варианты кузова, модели с многоместной кабиной или пикапы. Примером, на базе этого транспортного средства был создан легковой универсал Toyota Land Cruiser FG35V, который имел удлиненный задний свес, в котором можно было разместить немало багажа. Изначально автомобиль 20-й серии оснащался тем же двигателем от BJ, позже ему на смену пришел новый мотор Toyota серии F рабочим объемом 3,9 литра, который на первых парах выдавал 105 сил. А потом его мощность подросла до 125 лошадок. Этот мотор устанавливался на автомобиле марки Toyota вплоть до 1992 года, когда было прекращено его производство. Это самый долговечный из всех двигателей Toyota. Ввиду широкого применения в качестве армейского автомобиля по всему миру, автомобили серии 20 стали первыми автомобилями Toyota, появившимися в разных странах. Успешность продаж Land Cruiser на экспорт стала очевидной в 1957 году, составив 32,8% всех продаж японских автомобилей. Двадцатка выпускалась всего пять лет, уже в 1960 году появился Land Cruiser 40, который выпускался аж 24 года. При разработке Land Cruiser 40 перед инженерами стояли очень сложные задачи. Ведь требовалось создать принципиально новый автомобиль, который обладал бы не только высокой проходимостью, но и был по-настоящему комфортным. Причем последнее было чрезвычайно важным, Крузак стал едва ли не главным экспортным автомобилем для всей Японии. Как и в случае с переходом от первого поколения ко второму, внешние изменения были минимальными. Кузов Land Cruiser 40 отличается от двадцатки более квадратными колесными арками и расположением сигналов поворота на передних крыльях. Однако самой запоминающейся отличительной чертой третьего поколения стала общей для фар и радиаторной решетки стальная рамка характерной формы, ставшая визитной карточкой Land Cruiser 40. Важнейшим конструктивным изменением было появление понижающей передачи, раньше крузаки обходились без нее. Плюс к этому, мощнее стали двигатели, появились и дизельные моторы, спрос на которые стал стремительно расти. Land Cruiser 40 выпускался с несколькими вариантами колесной базы, с мягкой или жесткой крышей, были также фургоны и пикапы. А в 1967 году постоянно растущий спрос на длиннобазную версию побудил компанию выпустить новую модификацию Land Cruiser под индексом FJ55, можно сказать это продолжение удлиненной модификации FJ45 V40 серии, обладавшей максимально возможной комфортабельностью. Этот автомобиль и обладал сверхдлинной колесной базой в 2700 мм, другим кузовом и самое главное, по уровню комфорта он уже мало отличался от легковых моделей. Кроме повышенной грузоподъемности, эта модель отличалась двумя вариантами задней части, с откидным задним бортом при опущенном багажном стекле, или распашными багажными дверцами, что позволяло покупателям выбрать вариант на свой вкус. Выпускалась 50-я серия тоже немало, но все же чуточку меньше чем сороковка, целых 14 лет. FJ55 настолько понравился покупателям, что японцы приняли решение превратить его в самостоятельную модель. И в 1980 году началось производство Land Cruiser 60, который намного превосходил всех своих предшественников по роскоши и комфорту, при этом выпуск 40-й серии продолжался. Для повышения уровня комфорта конструктора даже предлагали поставить на Land Cruiser 60 заднюю независимую подвеску, для того времени это было бы настоящей революцией, однако от этой идеи отказались в пользу рессорной подвески, которая была простой и неубиваемой. Внедорожник 60-й серии имел впечатляющий по сравнению с предшественниками габариты, колесная база составляла 2730 мм, а в салоне уместился третий ряд сидений. Рессорная подвеска стала значительно мягче, чем раньше, а еще большую атмосферу комфорта создавали удобные сидения с улучшенной боковой поддержкой и электрические стеклоподъемники. По литру моторов составляли 4,2-литровый бензиновый движок и 4,0-литровый дизель, и оба заключали в себе по 137 лошадей. В начале продаж был доступен еще один менее мощный дизельный агрегат объемом 3,4 литра. Базовой трансмиссией считалась пятиступенчатая механика, а в 1984 году впервые стал доступен четырехдепозанный автомат. В 1987 году модель претерпела небольшой рестайлинг, который одарил Land Cruiser 60 новыми вариантами окраски, более широкими колесами и квадратными парными фарами взамен одиночных круглых. По сути именно FJ55 и 60-я серия стали прародителями того Land Cruiser, который нам сейчас знаком, позже появилась серия 80, сотка, двухсотка и новый Toyota Land Cruiser 300. Но вернемся немножко назад. Что касается Land Cruiser 40, то эта модель выпускалась до 1984 года. А затем появился 70-й Крузак, еще один великий автомобиль, еще одна легенда. Разработчики понимали, что для создания принципиально нового внедорожника необходимо начать с чистого листа. Новый Land Cruiser должен был обладать совершенно иными преимуществами, чтобы добиться успеха в условиях многократно усилившейся конкуренции и растущего спроса на автомобили для активного отдыха. Интересно, что 70-ю серию изначально было решено разработать в двух самостоятельных форматах, и это учитывая, что у японцев уже была роскошная 60-я серия. Первый внедорожник, Heavy Duty, должен был продолжать традиции грубых армейских джипов, наделенных высокой выносливостью, стать настоящей рабочей лошадкой, жертвующей комфортом в пользу надежности и проходимости. Вторая, легкая версия, Light Duty, должна была стать комфортабельным средством передвижения для длительных путешествий в компании семьи или друзей. Созданная для преодоления бездорожья тяжелая Heavy Duty версия Land Cruiser 70 напоминала внедорожники предыдущих поколений, а крепкий стальной кузов отличался угловатым дизайном. Для этой ветви семьи Land Cruiser была создана линейка из пяти модификаций с колесной базой разной длины и целый набор двигателей. В 1990 году легкая модификация 70-й серии полностью отделилась от своего старшего брата и получила собственное имя, Land Cruiser Prado. Но при этом тяжелый Land Cruiser 70 продолжали выпускать до 2007 года. Таким образом, Toyota стала делать параллельно сразу три серьезных внедорожника, которые имели имя Land Cruiser, это гряземес 70-й серии, комфортабельный Land Cruiser Prado и роскошный крузак серии 80 с подальшим его развитием. Мало того, даже спустя эти 23 года жизнь Toyota Land Cruiser 70 не закончилась. После официального завершения продаж в 2007 году, поклонники требовали продолжения выпуска 70-ки, которая заслужила славу вечной машины. И в 2014 году Toyota решила возобновить выпуск Land Cruiser 70. Правда, автомобиль пришлось подвергнуть некоторыми изменениям, чтобы он отвечал современным экологическим нормам и требованиям по безопасности. Однако классическая лонжеронная рама и стильный ретро-дизайн никуда не делся. Возрожденный внедорожник Land Cruiser 70 также был представлен в 2014 году в виде ограниченной серии 30-летия. Об ветке развития Toyota Land Cruiser Prado поговорим в отдельном видео, подпишись чтоб не пропустить. А мы снова возвращаемся 60-й серии. В то время автомобили 60-й серии использовали по большей части для отдыха, семейных прогулок и поездок по городу, а не для езды по бездорожью, и 80-я серия задумывалась как поле активного внедрения новейших технологий и повышения комфорта. Модель Toyota Land Cruiser 80 представляет собой полноразмерный внедорожник с крепкой рамой и прочным кузовом с толстым металлом. Автомобиль предлагался исключительно с пятидверным кузовом. Его длина составляла 4780 мм, колесная база — 2850 мм, с дорожным просветом в 210 мм, а весил автомобиль около 2,2 тонны. Для Land Cruiser 80 предлагалась широкая гамма двигателей, включающие в себя бензиновые и дизельные, карбюраторные и инжекторные, атмосферные и турбированные агрегаты. Бензиновая линейка состояла из моторов рабочим объемом от 4 до 4,5 литров, выдающих от 155 до 215 л.с. Дизельные агрегаты имели объем 4,2 литра и мощность от 120 до 179 л.с. Сочетались они с пятиступенчатой механической коробкой передач или четырехдепозанным автоматом. В трансмиссии были возможны два варианта — подключаемый полный привод Full-Time 4WD и постоянный парт-Time 4WD. Подвеска передних и задних колес была пружинной на неразрезных мостах. А все три блокировки дифференциалов, межколесных и межосевого, делала автомобиль настоящим внедорожником. В январе 1995 года модель претерпела рестайлинг, фирменная надпись на решетке радиатора сменилась значком, а также изменения были произведены в панели салона внедорожника. В августе 1996 года в стандартную комплектацию всех моделей была включена система АБС и подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Именно из восьмидесятки с 1995 года берет в свое начало первое поколение люксового Lexus LX 450, который был создан на основе модели Land Cruiser 80. Восьмидесятка постоянно получала различные дополнительные и стандартные оборудования вплоть до января 1998 года, когда ей на смену пришла сотая серия. Переход к новой серии Land Cruiser произошел тогда, когда 80-я серия еще была на пике своей популярности. Как и отмечалось в январе 1998 года на смену 80-му Land Cruiser пришел сотый. К тому времени имя Land Cruiser уже стало нарицательным и воспринималось как символ надежности, выносливости, и проходимости, поэтому именно этот автомобиль массово закупала для себя ООН. Для сотки было разработано несколько новых двигателей, бензиновый V82U ZFE, объемом 4,7 литра на 235 лошадок. И дизель 1HDFTE, это рядная шестерка 4,2 литра на 205 сил. Также предлагалась проверенная временем 4,5 литровая рядная шестерка 1FZ, хорошо известная по восьмидесятке. На некоторые рынки сбыта мотор дизель 1HDFTE, оснащали битурбонадувом, снимая с него уже 250 сил. Сохранилась и атмосферная модификация этого двигателя, 1HZ, выдававшая 135 сил. Создание двигателя V8 было продиктовано выходом Toyota на американский рынок сегмента полноразмерных внедорожников, за океаном продавался люксовый аналог сотки, Lexus LX 470, а также Toyota Sequoia, построенная на агрегатах сотого крузера. Коробок предлагалось две, механика на 5 ступеней, и автомат на 4 ступени, позже автомат стал 5-ступенчатым. Привод постоянный, полный, с пониженной передачей. Как опция предлагалась блокировка заднего межколесного дифференциала. Автомобиль старались сделать более комфортным, неразрезной мост спереди уступил место независимой подвеске на двойных рычагах, рулевое управление стало реечным. Для еще большего повышения комфорта и стабильности управления появились системы, Skihook Temps, и система гидравлической регулировки клиренса, которые улучшают рабочие характеристики автомобиля при езде по неровным дорогам. Позже были добавлены системы ИТРК, это не что иное, как электронная система имитации межколесных блокировок, и ВСК, система курсовой устойчивости, хорошо зарекомендовавшие себя на Toyota Land Cruiser Prado 90. Отдельного разговора заслуживает 105-й Land Cruiser. По сути он являлся глубоко модернизированной 80-кой, но в кузове сотого. Автомобиль сохранил два неразрезных моста, имел блокировки всех дифференциалов, межосевого и межколесных, имел более узкую колею, нежели сотый, оснащался только механической коробкой и только шестицилиндровыми рядными двигателями. В отличие от сотки он имел двойную распашную заднюю дверь против подъемной у сотого, интерьер был более скромным, а комплектации беднее. Land Cruiser этого поколения несколько раз подвергался рестайлингам, в ходе которых обновлялись фары, решетка радиатора, менялись комплектации. А в 2001 году Toyota отмечала полувековой юбилей модели. По утверждению маркетологов компаний на мировом рынке было продано без малого 4 миллиона экземпляров Land Cruiser всех поколений. В честь годовщины была выпущена специальная серия этих культовых автомобилей. Land Cruiser нового поколения в 200-м кузове продолжает традиции легендарного семейства. Дебют модели состоялся в сентябре 2007 года на автосалоне в Токио. По-прежнему оставаясь настоящим рамным автомобилем, он задает новый уровень технического совершенства, оставляя за собой право считаться флагманом среди внедорожников. Новому Land Cruiser достались двигатели и система полного привода нового поколения. Существенно увеличились габариты автомобиля, длина подросла на 60 миллиметров, высота и ширина на 15 и 30 миллиметров соответственно, а вес авто увеличился до 2,5 тонн. Более роскошным стал интерьер, а многие опции, ранее доступные только в топовых версиях, предлагаются в стандартном оснащении. Главный элемент системы полного привода дифференциал повышенного трения Tarsen. При прямолинейном движении по сухому дорожному покрытию крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в соотношении 40 на 60. В различных условиях распределение крутящего момента может изменяться от 50 на 50 до 30 на 70. Внедорожник оснащается системой Crawl Control, смысл в его следующем, водитель выбирает необходимую скорость движения, отпускает все педали и просто прокладывает направление, поворачивая руль, а все остальное и делает электроника. Еще один электронный помощник системы КДСС. Она регулирует работу переднего и заднего стабилизатора в поперечной устойчивости в зависимости от типа дорожного покрытия, активные стабилизаторы постоянно используются при движении на шоссе, а во время езды по бездорожью система автоматически отключает оба стабилизатора. На деле это позволяет добиться таких углов хода подвесок, что вывесить автомобиль при диагональном вывешивании становится практически невозможно. Рама автомобиля сварена из широкого и высокого профиля, что позволило увеличить жесткость на кручение на 40%, а на изгиб — на 20% по сравнению с соткой. Самым распространенными двигателями были хорошо знакомый бензиновый мотор 2UZ-FE, на 4,7 литра, его прародитель устанавливался на сотый крузак, и абсолютно новый дизель D4D, объемом 4,5 литра, оба мотора V8. Коробок передач также две, автомат на 5 ступеней для бензинового агрегата и шестиступенчатый автомат для дизеля. В Европе Toyota Land Cruiser 200 предлагается с 5,7 литровым бензиновым силовым агрегатом с V-образным расположением восьми цилиндров. Такой мотор выдает 380 лошадиных сил. Подвеска в сравнении с предыдущим поколением кардинально не изменилась. Впереди независимая с двухрычажной пружинной конструкцией. А сзади зависимая неразрезной мост, также на пружинах. Все тормозные механизмы дисковые и вентилируемые. В 2012 году автомобиль претерпел первый рестайлинг, мотор 2 УЗФЕ уступил место новому мотору 1 УРФЕ. Немного изменилась форма передних фар, противотуманок, появились боковые молдинги на дверях с хромовой вставкой. В августе 2015 года автомобиль снова подвергся очередному обновлению. Конечно, есть в дизайне Land Cruiser 200 некоторые новшества, но они настолько незначительны, что уделять им особое внимание не имеет смысла. Достаточно сказать, что дизайнеры перерисовали решетку радиатора, бампера и капот, в центре которого появилась продольная впадина. Плюс обновилась головная оптика, но интереснее другое, появление в списке оснащения комплекса систем безопасности Toyota Safety Sense P, о котором стоит поговорить более детально. В состав Toyota Safety Sense P включена система автоматического переключения дальнего света, система контроля за разметкой, адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, работающая в диапазоне скоростей от 10 до 80 км в час при наличии пешехода, и от 10 до максимальной скорости, при обнаружении другой машины. Кроме того, в состав Toyota Safety Sense P включен мониторинг слепых зон, контроль давления в шинах и система кругового обзора, показывающая среди прочего дорогу перед самым носом автомобилей по бокам в тех областях, куда водитель заглянуть не может. 9 июня 2021 года прошла мировая презентация Land Cruiser 300. Land Cruiser и в новом поколении сохраняет проверенные решения, лонжеронную раму и неразрезной задний мост в сочетании с постоянным полным приводом. Новая платформа GAF позволила снизить центр тяжести автомобиля и улучшить развесовку по осям. В конструкции рамы применены цельные элементы из высокопрочной стали, соединенной лазерной сваркой. В кузове из все той же высокопрочной стали сделаны стойкие пороги, а передние крылья, двери, крыши и капот теперь алюминиевые. Эти меры позволили увеличить жесткость кузова и рамы Toyota Land Cruiser 300 на 20% и на 200 кг снизить вес. Угол въезда составляет 32 градуса, съезда — 26,5 градуса, а дорожный просвет равен 230 мм. А это версия Toyota Land Cruiser GR Sport. Такая трехсотка более практичная, проходимая и спортивная. Ведь помимо лучшей геометрической проходимости из-за других бамперов ее внедорожный потенциал усиливают передние и задние межколесные блокировки, а также активные стабилизаторы поперечной устойчивости ЭКД-СС. В моторной гамме автомобили изменения еще более масштабные, главную роль теперь играют моторы V6. Бензиновый мотор с двумя турбинами располагает объемом в 3,4 литра генерируя 415 лошадок, разгоняя 2600-килограммовый внедорожник до 100 км в час за паспортные 6,8 секунд. Дизельный агрегат, имея две турбины и объемом мотора 3,3 литра с 3 сотнями лошадок позволяет достигать первой сотни за немногим больше 7 секунд. А самым слабым из доступных моторов является бензиновый 4-литровый атмосферный V6 на 275 лошадиных сил. В паре с турбированными V6 работает уже 10-ступенчатая гидромеханика собственной разработки, с атмосферным 6-ступенчатая. Привод у всех моделей полный, но тип дифференциалов и наличие блокировок зависит от комплектации. К примеру, внедорожник может быть оснащен как лишь блокировкой межосевого дифференциала, так и всеми тремя блокировками. Это же касается и вариаций подвесок, доступны как пассивная подвеска, так и ЕКД-СС с управляемыми стойками стабилизаторов, в самой же дорогой версии предложены амортизаторы с электронным управлением. Остались в строю, и были доработаны фирменные внедорожные системы Multi-Tain Select и Crow Control. Глобальных изменений в архитектуре передней части салона нет, каждый из блоков управления расположен на прежнем месте. Но вот оформлены все они иначе. Приборная панель, аналоговая, хоть и с большим дисплеем между шкалами, блок мультимедиа имеет 9 либо 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с интеграцией Apple CarPlay и Android Auto, и блок климат-контроля, несмотря на современные веяния, с физическими клавишами, все выглядит по-другому. Второй ряд, складывающийся в пропорции 40 на 20 и 40. А опционные сидения третьего ряда отныне прячутся в подпол, запасное колесо крепится под днищем. Задняя дверь выполнена теперь цельной, поднимающейся вверх и располагает электроприводом. Множество интеллектуальных систем наделяют Land Cruiser впечатляющей стабильностью движения на обычной дороге, и высокой проходимостью за пределами асфальта. Как никогда высок уровень комфорта, этот автомобиль один из самых значимых внедорожников, каждое поколение которого представляло для своего времени эталон комфорта, мощи, надежности и безопасности. Toyota Land Cruiser — это автомобиль, демонстрирующий все признаки лидерства в классе. Toyota Land Cruiser — это автомобиль, демонстрирующий все признаки лидерства в классе.